Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, 86-й хатлайн джеймбокс в прямом эфире на джеймбокс.ру. Справа от меня Чебоксара-Чебурашки Евгений Чеботков. Привет! Слева от меня Михаил Кольбус. Не могу пошутить никак, честно говоря, здесь Кольбус сделала за тебя. А между нами Петр Сальников, между прочим? Между прочим и прочим, да. Друзья, сегодня мы обсуждаем главное за неделю, как обычно, несколько крупных событий произошло, таких как запуск Gov.com в России. Значит, на Wii U появилась виртуальная консоль. Я просто уже забыл, честно говоря, о чем мы собирались. Видимак 3 будет обсуждать. Да, Видимак 3 будет. Уже была виртуальная консоль. Об этом потом поговорим. Об этом, хорошо, поговорим с тобой после эфира. И день дурака во всем мире. День дурака во всем виртуальном мире тоже. Вчера, если вы не заметили, вчера был 1 апреля. День, когда не хочется заходить в интернет, потому что там происходит, на самом деле, не всегда смешной какой-то каламбур. Но в первую очередь нам хотелось бы сделать две вещи. Во-первых, объявить способы связи со студией hotline.gmbox. Так называется наш, звучит имя нашего оппонента в скайпе. Вы должны добавить его к себе в список контактов, чтобы позвонить нам в прямом эфире. И, например, дико задать какой-нибудь вопрос, предложить тему для обсуждения или я не знаю что. Звонок, который нам понравится, вернее, не звонок, а его автор, получит код на Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. С ума сойти. Это я только что сейчас решил. Серьезно. На какой платформе? Поэтому на любой платформе. На любой платформе. На платформе ленинградской. На платформе ленинградской. Поэтому звоните нам, пожалуйста. Ну, а и второй момент, это мы вот буквально за несколько часов до эфира в комментариях от пользователя SunMax07 обнаружили занятную ссылку на avito.ru. Объявление звучит следующим образом. Нуждаюсь в помощи при прохождении игры Bloodborne. Петр. Продавец. О чем мы, естественно, подумали. Вит товара, игры для приставок. Что-то, видимо, пошло не так. У Пети застрял. Да, застрял. Да, но потом мы посмотрели на город. И это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, улица Московская. Или что это? Санкт-Петербург, запитая Московская область, наверное, да. Ну, это же Московская область. А что Бедербург не Московская? Нуждаюсь в помощи при прохождении игры Bloodborne. Открытие всех доступных локаций. И уничтожение боссов. И уничтожение боссов. Цена договорная. Я предлагаю, так сказать, позвонить по указанному номеру. Пробую прямо сейчас. Внимание на экран, дамы-кспода. А что говорить? Сейчас. Идет звонок. Играет, наверное. Психует. Сейчас его убьют. Он отвлечется. Ну, давай, Петя, бери. Да. Добрый вечер, Петр. Да. Здравствуйте. Нашел ваше объявление на Авито по поводу помощи в прохождении Bloodborne. Есть такая штука. Купил игру, нифига пройти не могу. Так. Расскажите, пожалуйста, в каком месте вы застряли? Что именно вам от нас нужно? Я не понял. Я не в плане совета прошу. Так. А в плане физического прохождения. Физического? Не то, чтобы у меня все прошли. Так. Ну, хотя бы, знаете, чтобы там были открыты все локации, да? Я просто мог не валить всех боссов, а просто бегать, как грубо там, убивать кого-то монстры. Ну, вот как-то так, знаете, потому что я не могу там ничего открыть полностью. Пойти там за пару босс на одном боссе, где Карио Мелия, короче. И все, и дальше вообще никак, куда по 25-му разу находить не нужно. Скажите, а вы находили колбы с мглой оцепенения? Да нет, давайте. Я просто... Ну, у меня не получается. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, я вот здесь вижу пометку «цена договорная». Вас какого рода услуги интересуют? Вы с проживанием готовы взять к себе в квартиру геймера какую-то? Нет, если вы здесь-то сможете, господи, там... Вы же хорошо, наверное, играете, потому что я думаю, что он теплый чай должен играть хорошо, если он как бы... Если он вам звонит, то значит должен играть хорошо. Ну, хорошо. Отлично, хорошо. Ну, вы можете прийти... Сколько вам нужно времени буквально? На полное прохождение буквально? Ну, чтобы хотя бы все локации открыть. Я думаю, около месяца. А, около месяца. Ну, хорошо. А за сколько вы готовы были бы вот это вот сделать? Ну, смотрите, мы... 3-4 тысячи вас строят? 3-4 тысячи в час? Или за месяц? За месяц. За месяц 3-4 тысячи. Я понял вас. Смотрите, Петр, мы вам звоним сейчас из прямого эфира шоу Hotline Jambox на игровом портале jambox.ru. Я вам рекомендую зайти к нам и посмотреть наше руководство. Там есть про Викария Амелию, Викентия Армению. Я понимаю, но вы как бы не можете, да? Ну, то есть отказываться. Я не услышал до сих пор предложение. 3-4 тысячи, это, ну, вы понимаете, это займет очень много времени. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, зачем вам это нужно. То есть вы потратили деньги на игру. Вот. И теперь еще готовы нанять человека, который ее за вас пройдет. Слушайте, ну... Просто я хочу, чтобы она была пройдена. Нет, давайте так, давайте тогда скажите, короче, что вы предлагаете. И все, мы продолжаем сейчас, там, как бы, если нет, то нет. Если да, то так. Если как, то, ну, короче, вот так, чтобы... Потому что время тратить ваше, сейчас, мою по телефону. Просто вот так. Я понял. Давайте так, попробуйте воспользоваться нашим гайдом. Если у вас не получится, вы можете перезвонить на этот номер, и мы с вами договоримся. Хорошо? Да, слушайте, я, знаете, я уже, на самом деле, пытался зайти ее в течение, там, месяца, наверное. Ну, не месяца, в течение, там, пяти дней, по 15 часов сидел ночью. И, короче, нифига я... Петр, я понимаю ваше отчаяние. Я первые два дня пытался убить второго босса. Вот этого гребаного отца Гаскоина. Двое суток, двое суток. Нет, смотрите, вы пытаетесь убедить. Я вот просто, вот, ну, как бы, вот, не зря же я дал это объявление. Потому что если бы я сам бы решил, что там пару месяцев, 34, то есть, подолбаться, я бы, наверное, не стал бы выдавать одно, что вот, есть такое, есть такое, есть такое, есть такое, есть такое, есть такое, может, интересно, такое, если у вас есть, когда-то, если есть какие-то варианты, то... Мы попробуем, мы попробуем поискать кого-нибудь в Питере, кто сможет вам помочь. Спасибо, Петр, удачи, удачи вам, и мы вам перезвоним обязательно. До свидания. Спасибо. Вот такой... Ох уж, этот Петербург. Вот такой интересный случай произошел в Петербурге. Я не очень не интеллигентный любитель Бладборна. Естественно, естественно. Вот. Кто бы сомневался. Я думаю, знаете, что... Вообще все любители Бладборна очень интеллигентные люди. Я превращаюсь в такого интеллигента, когда начинаю играть, когда вот в похожей ситуации попадаю, когда уже... Нет, он не может убить босса раз, два, десятый, двадцатый раз и останется, и думает, я сейчас выматерюсь, надо кого-то звать, чтобы он за меня выматерился, желательно из Москвы. Какая удача, набрали из Москвы. Ну, друзья, вы знаете, что делать, если вы проживаете в Санкт-Петербурге и обладаете мастерством в прохождении этой игры. Записывайте. Да, скорее, да. Записывайте. 8, 911, 9, 4, 5, 12, 39, Петр. Поможем Петру вместе. Цена договорная. 3-4 тысячи рублей человек готов отдать за то, чтобы, так сказать, вы помогли ему спрохождать. И на самом деле я так делал в детстве. Я играл в первую Кассальванию, не мог и пройти. Ну, это практически... И без малых школьных друзей. Нет. Нанимал людей спрохождение. Это было в пансионате. Это было в пансионате. И мы, значит, с мамой жили в финском домике. А за стенкой от нас жила молодая пара. И вот там девушка задрочила это Кассальванию. И она в итоге просто приходила, пришла однажды и при мне прошла всю игру. Абсолютно бесплатно. Поэтому здесь совсем другой случай. Другие времена, кризис. Поэтому, если вы из Питера, то номер, пожалуйста, мы вам продиктовали. Если вы не запомнили или не записали, то комментарии ищите. У нас, да, ссылка в комментариях под этой трансляцией. Вот. Едем дальше. Так. Новости. Слушай, твоя тема, Сурвариум, вот это вот все. Давай, поехали. Да. Начнем с такой новости, может быть, не самой популярной. Игра под названием Сурвариум от Восток Геймс. Тех самых легендарных разработчиков. Всеми любимого Сталкера. Игра запускают свое детище, наконец-то, в Steam. В Early Access уже в конце месяца, насколько я понимаю. И я всем советую... На этой неделе. А, уже даже на этой неделе. Отлично. Я советую всем ознакомиться, как минимум. А если вы являетесь фанатом Сталкера, то так вообще прям нужно срочно бежать, потому что... Да, какая связь, да. Почему? Потому что это, скажем так, это онлайн-шутер. Начнем издалека. И он пока что... В нем упор только на PvP. Говорится о том, что когда-то будет PvE и какие-то а-ля Destiny рейды совместные. Все это в сеттинге. Ну, игра, в принципе, визуально уже близка к тому, что... Визуально она отлично, кстати. Выглядит как Destiny выглядит. Выглядит она отлично. Вот этот сеттинг Сталкера передан замечательно. Очень здорово нарисованы различные исторические локации. И как исторические, так и неисторические. Но мне эта игра нравится, во-первых, тем, что она не про роботов, не про космос, не про вот эту всю хрень. А про настоящий... Настоящих мужиков. Настоящих мужиков, да, и про наш человеческий быт, вот этот постапокалиптический. И она очень сильно отличается от других онлайн-шутеров, в которые я привык играть. И от батлы, и от Counter-Strike, и от чего бы то ни было. Там очень интересная, во-первых, физика у оружия. То есть стрелять там совсем не так, как везде. Там нельзя зажать левую кнопку мыши и спрейть во все движущиеся, например. Ну, то есть там, как и, собственно, в оригинальном Сталкере, очень все довольно приближено к реальности. Нужно все делать с умом. Там есть прокачка различных скиллов. Там есть внутриигровой магазин. Ну, все как обычно в ММО-шутерах. Игра, насколько я понимаю, фри-то-плей до сих пор. И поэтому вас ничего не должно останавливать в нее срочно идти играть. Я думаю, что... Кроме, если у вас нет компьютера. Ну, персонального, как у меня, например. Ну, в общем, в целом... Представляешь, я живу без ПК. Уже где-то. Представляю. Ну, если бы у меня были бы консоли нового поколения, я бы, наверное, тоже бы жил без ПК. Хотя, может быть, и нет, не знаю. Ну, на ПК не так много эксклюзив, за который я прям так держусь. Вот City of Skylines, например, да, ради нее стоит иметь хотя бы... Пиларсов и Тернатью, что на прошлой неделе. Ну, и так далее. И вот есть момент, как я думаю, прям ПК бы сейчас, прям ПК-шечку бы прям... Ну, и на самом деле, не знаю, да, тем более вот эти игры, они не требуют какого-то суперсовременного, дорогого компьютера и так далее. Все игры, которые требуют производительных машин, они все как раз выходят чаще всего на консоли. Но при этом не хочется как бы просто говно покупать, лишь бы покупать. Больше всего я был прям... Я прям был заражен идеей купить ПК. Я выяснял все у всех, какие ноутбуки сейчас, че. У тебя никогда, что ли, у него не было? В смысле? ПК. Да. Офисом научился на работе пользоваться. Так вот. Что ты делал со старым? Выкинул? Я его... Вот. К сожалению, так получилось. Он у меня похож... Он у меня убран в пакет. Это ноутбук, который уничтожен. В маечку, в такую, вкулетчик. Но на нем есть какие-то фотографии, там всякая шляпа. Чинить его бесполезно, потому что это будет стоить дороже, чем этот ноутбук сейчас стоит новый. А выкидывать не хочется, потому что иногда бывают такие ситуации, когда ты раз в пять тысяч лет, я снимаю с него полиэтилен, аккуратно его так раскрывают. Здесь у него уже отошло. У него такие трещины по всему экрану. И у меня опечатки после этого вот прям ровно по этим трещинам в тексте идут. Вот. Я еще окна так располагаю, чтобы они между трещинами где-то, чтобы видно было хотя бы примерно, что происходит. Сзади подставляю чашку какую-нибудь, чтобы экран не падал. Ну, в общем. А так в основном я на планшете. Мы раскрыли страшную тайну, друзья. А так я в основном на планшете все делаю. Знаете, у меня есть одна просто забавная история. У меня есть ПК, да? Все-таки есть. А во-вторых, есть одна забавная история. Это просто начался рассказать про сбитый ноутбук. История с намеком и таким предупреждением для многих, может быть. Мой один кореш по имени Слава привел как-то домой новую знакомую. И с утра она решила, она решила встать на весы. Взять с него денег. Встать на весы. Да. Оказался, что MacBook Air очень похож на весы. Я встала и разломила его. Нет, ну в смысле? Поэтому не держите ноутбук на полу. На полу, да. Под кроватью, он держал на полу под кроватью, чтобы... Ну, я под кроватью весы, наверное, должны... Вот они, хрязь. Ну и что? Я так понимаю, теперь знакомые работают на Славу бесплатно. Да, по жизни, я понял, да. Вот. Далее, далее. Выход Halo 5 назначен на 27 октября текущего года. Прекрасно, потрясающе. Halo 5 очень рад. Не знаю, как себя пересилить и заставить пройти всю Master Chief Collection, но как тут надо сделать, потому что есть ощущение, что я опять пропускаю что-то большое и важное. Да, да. Halo Uber. Я очень люблю Halo. Halo? Halo очень люблю. Поэтому поиграю, там хороший сюжет. Особенно вот все, что выходило на 360, E3, 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 E3. И особенно Rich. Все говорят, особенно Rich. Лучше и Rich. Да? Особенно Rich? Да. Rich это вообще бомба. Да, бомба. Ладно. Пушка? В конце концов, да. Ты просто возьми Halo Reach и пройди его. Если тебе понравится, то пройди все остальные. А если нет? А если нет, что мне с тобой делать? А если не понравится, играй в Halo Online, например. На ПК. На ПК. На том самом. В обыкновение может жить в России. Да. Далее. На этой неделе была анонсирована Assassin's Creed Chronicles. Платформер в двух с половиной измерениях и в трех частях, которые соответствуют трем сеттингам. Китаю, Индии и России. Assassin's Creed в России! В Шинджинджин должно лезть, наконец-то! Хотя это два с половиной. Да, это платформер на 4-5 часов, а не полноценный сэндбокс, который мы все так ждем. Но Ленин будет. Это события 18-го года будут в России, если я не ошибаюсь. Да, это будет после революции. Что говорит о том, что, возможно, это будет некое прощупывание русского рынка, как на это все отреагируют люди, чтобы уже по революции, по той же самой или по какому-то более широкому временному промежутку выпустить в будущем уже более развёрнутый мир. Мне кажется, это блестящий на самом деле сеттинг. Не понимаю, почему никто не использует. Потому что, ну, я понимаю, почему, но на самом деле от этого надо отказываться. И здорово, что, ну, Юбисофт начали двигаться, во всяком случае, в эту сторону. Потому что, ну, представьте себе, какой колорит исторический у этой Брони. Более того, российская часть будет выполнена в стиле агитплакатов тех времен. То есть красно-черные вот эти цвета. Пулемёт Максим. Пулемёт Максим, бронепоезд, НЭП, Жрайт, Николай Орелов. Крестьянки. Эх, Тачанка, Растачанка. Это Тачанка, Растачанка. Все четыре красота. Селена вот эта вся поднятая. Вот эти шапочки. Дон очень тихо. Будённовки. Будённовки, пилотки, опять же. В общем, да, масса всего. Неуловимый мститель здесь может быть. Ну, короче, мы много раз фантазировали на тему того, что вот если бы можно было взять... А вот сколько покушений было в то время? О, покушения. А до того времени сколько было покушений успешных. Если бы можно было взять... И кстати... Так, так, так. Сначала закончу первое мысль. Если бы можно было взять Red Dead Redemption и перенести этот тупо в постреволюционную Россию... Ковбой. Ковбой в российской twice. Ковбой в хундре. Та-та-ра-та-та-та-та-та. И такое знамя, знаешь, вот это вот. Вот. Ну, теперь зато это, возможно, когда-нибудь сделает Assassin's Creed. По-моему, прекрасно. Но главное, что мы сдвинулись с мёртвой точки, наконец-то, и на нас обратили внимание. Да ты смотри, мы второй выпуск подряд только и делаем, что двигаемся изо всей силы с мёртвой точки. Мёртвая точка уже очень далеко, понимаешь? Уже очень далеко мёртвая точка. Потому что в прошлом выпуске мы обсуждали Halo Online, который эксклюзивно в России запускается. Теперь ещё и Assassin's Creed про Россию сделаю. Что дальше? То же, что дальше, да. Делайте ваши перебивочки. Да, да, интересно. Совпадение? Не думаю. Вот нам пишут. Петруччи F. Пётр, принимайте новобранца. Убедили меня с ляли взять-таки Bloodborne. Соус серию никогда не запускал. Коротко впечатления. Первый вечер с Bloodborne. Блин, нахера я это взял? Вечер второй с Bloodborne. Ещё, ещё. Сделай мне больно. Убей меня снова. Е-бэби, хит-ми хардер. В общем, теперь за уши не оттащишь. Отец, кстати, лёгкий, говорит. С пятого-шестого захода. Петруччи F. Скажите, в каком вы городе? У нас есть человек, которому нужна помощь. Реально. Реально. Если вы в Питере, то пожалуйста. Lord13. Добрый вечер. Скажите, вы не в курсе или не интересовались, что за беда с Хидео Кодзимой и Канами? На сайте Silent Hills наименование Коджума Продакшнс и само имя Кодзимы убрали. Я думаю, Павел у нас сейчас с Кодзимой. Вообще говорят, что это случайно. Что он говорит? Паша запер его у себя в бане на даче. Да, конечно. То есть я, как приезжая на даче, а там какой-то якут в очках. Я его запер на всякий случай. На самом деле ситуация банальная. Что-то Кодзима не поделил с Канами и они решили расстаться. Расстаться они решили так, что Кодзима Продакшнс, соответственно, она частично расформирована, частично она полностью переименована в Konami Studio LA, насколько я понимаю. Соответственно, имя Хидео Кодзима это всюду точно так же вытравливается, потому что это все франшизы Konami. И то, что Кодзима их делал, это не делает их меньше играми Konami. Поскольку Кодзима уходит, то Konami делать будут все сами. Мне кажется, что здесь ситуация такая, что Кодзима все-таки решил, что Metal Gear Solid V The Phantom Pain должен стать последним. А Konami были против. И вот мне кажется, на этой почве они что-то не поделили. Уже даже Кодзиме уже, извините, это все. Мне кажется, что Кодзиме действительно уже давно было тяжело. Другой или третьей части говорил, каждая последняя. Да. И в принципе, мне до сих пор кажется, что на четвертой нужно было закончить, потому что Ground Zero странный. После него от Phantom Pain я вообще не знаю, что ждать. А учитывая, что Konami уже сообщили, что серия Metal Gear будет продолжена, даже без Кодзимы, ну я не знаю, какая в ней будет после этого ценность. Слушай, а с разработкой Silent Hills-то что? Ну, разработка Silent Hills там, я так понимаю, что там Кодзима работал примерно так же, как он в свое время работал над перезапуском Косливании. Вот это вот Mirror of Fate и как там идеология называется? Shadow of... Lords of Shadow. А тут же Кодзима как бы не было контракт с Konami. Тут с Гильямой Дель Торо... Да, там же кто Торо. Так что здесь больше именно Дель Торо. Дель Торо никуда не пропадает. И игра, соответственно, выйдет примерно такой, как и должна быть. Просто Кодзима должен был делать вот этот вот майндфак и весь этот хайп нагонять, который из пяти, собственно, вышел. Теперь просто будет меньше хайпа, но игра, я думаю, должна получиться хорошая. Вот так вот. В догонку 1 апреля можете подсказать какие-то смешные игры. Good Simulator, например. В которых юморной сценарии... Сталин против Марсиан. Да, да, искрометная игра реально, в которых юморной сценарии просто много смешных моментов. GTA 5. GTA 5. Кстати, да. Но только если вам больше 18 лет. Надоели игры на серьезных щах, хочется расслабиться вечером и поднять свое настроение. GTA 5, Grim Fandango, кстати. GTA 4. Вот. GTA 3, Vice City. Наверное, в смысле. GTA Vice City. GTA 2, беспредел. GTA 2, это самое веселое. Как это? Доконай соседа, вот смешная игра. Ядерный Титбит. Далее. Рубрика новостей одной стрелкой. Пожалуйста, Михаил. Итак, на Wii U, на виртуальной консоли, наконец-то запускаются игры с Nintendo DC и Nintendo 64. DS. DS в смысле? DC. Давай, давай. Nintendo 64. Все. Вся новость одной строковой. Классно. Что непонятного? Классно. Все замечают. Когда ты попробуешь, скажи. Когда у меня появится одной из этих трех наименалов. Забери, забери. В редакции лежит Wii U, на которой никто не играет. Иногда я думаю, заберу себе Wii U, реально на все болт забью и буду играть только на ней. Но пока я этого не сделал, пожалуйста, ознакомься. Там, между прочим, хорошая Donkey Kong у нас установка. Там установка хорошая Donkey Kong, там неплохая Zombie U, очень неплохая. Нет, Zombie U это да, отличная игра. Ты играл, да? Нет, я смотрел ваши рейти. Это вообще нормально было. Далее. Евгений. Зельда переносица. Закрыли PlayStation Home. А кто-нибудь пользовался PlayStation Home вообще, я хотел бы спросить. Вот, Павел. PlayStation Home это какая-то была странная экосистема. Здесь прям rest in peace PlayStation Home. Самый большой хайп, который она подняла, это вот закрытие. Я заходил в него три, по-моему, или четыре раза. Из них было два раза, когда он работал нормально. И там были какие-то мини, по сути, значит, такой Second Life. Вот раньше был популярный Second Life, где ты создаешь себе аватары, и вот в этом виртуальном мире занимаешься всякой фигней. Абсолютно то же самое. Но там цель была другая немного. Да, в PlayStation Home еще были всякие эти мультиплеерные, вот эти маленькие аркадки какие-то, там, игры типа боулинга, и прочее. И в этом можно было играть вот с этими рандомными людьми, которые в этом же хоме тусуют. Это было забавно, но не настолько, чтобы там проводить много времени. Я говорю, я вот зашел четыре раза, из которых внутрь я смог попасть, ну, в смысле выйти из дома, в игровом мире, только два. И, ну, я не знаю, честно, людей, которые... Что повредило тебя в этом мире. То есть, сильно ты не расстроился тем, что... Короче, номер... Но говорят, что вечеринка вот эта прощальная в последний вечер, там было весело. Там все, кто когда-либо пользовался, они зашли. Хоть раз в жизни. Да, да, и угорели. Там всем пришло в наше уведомление на почту, мы закрываемся, зайди по-братски. Бесплатное пиво. Да, да, да. Второе пиво бесплатное. Все остальное со собой. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, компания Valve будет раздавать свои вот эти вот очки виртуальной реальности под названием Vive. Вот такие. Вот практически такие. Вы думаете, что у них сидит? Абсолютно бесплатно, но при одном небольшом условии. Вы должны являться... Крутым чуваком. Разработчиком игр. Квалифицированным. Квалифицированным. Причем, но вот эта... Будут заходить на Джимбокс... Квалифицированность. Это очень просто. Смотреть оценки у нас в лицине. Да, например. То есть говно делаешь... Не, 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 не получишь. Мне интересно другое. Вот являются ли квалифицированными разработчиками разработчики игр для социальных сетей? Например, те, кто игру Тюряга создали для... Зачем разработчикам игры Тюряга виртуальные... Безусловно, но они им не нужны. И мержен, погружение в игру в Тюрягу погружение. Это очень просто делается. Выходишь на улицу, бьешь какую-нибудь бабушку по голове. И практически через несколько дней ты уже в этой симуляции полностью погружен. Миша, ты договоришься до того, что мы будем вынуждены звонить тебе по скайпу в следующий раз. Я должен оставить объявление на Авито. Собственно говоря, ну, суть новости-то в том, что не раздавать. А вот в источнике указано, что бесплатно дефкиты будут доставаться разработчикам от Valve. Это не значит, что автоматически их будут доставать? Я этого не говорил. Сколько у нас разработчиков? 200 тысяч студий-разработчиков. И что, все квалифицированные, судя по метакритику? Да! Они все квалифицированные! Отправить им 200 тысяч юнитов! Нет, естественно, нет. По запросу. По запросу, конечно. Чтобы под запуск было, что поиграть. Конечно. Ну и плюс, это на самом деле не значит, что реально у многих он окажется. Потому что, во-первых, как мы понимаем, разработчикам игры Тюряга эта штука не нужна. Ну, чтобы продать, то... Валв наверняка хотела именно им парочку-то передать. Ну, может быть. Ну, то есть, уже минус одна студия. Вот. То есть, это будет, я думаю, у таких чуваков, как Гайдзин Энтертеймент, например. Потому что вот Гайдзины, они, это авторы War Thunder, если кто не в курсе, еще много-много игр они сделали разных в разное время. Но именно в War Thunder можно эту штуку применять? Да дело не в этом. А дело в том, что в War Thunder-то, скорее всего, можно будет. А дело в том, что просто Гайдзины работают таким образом, с точки зрения принципа, что как только появляется какая-то новая технология, которая сразу говном не пахнет, они начинают пытаться с ней работать. Потому что, условно говоря, Vive не очень хороший пример, потому что это опять, ну, как бы, около срифт, ну, принципиальных отличий не очень много. Но, грубо говоря, если ты разработчик уровня, там, Гайдзинов, а я разработчик начинающий, у нас в контексте каких-нибудь Google Glass, ну, или какой-то совсем новой железяки, вот, совсем новой железяки, у нас с тобой абсолютно равные шансы на успех. Потому что ты не знаешь, как создавать приложение для Google Glass. Я не знаю, и мы начинаем пробовать. Здесь не важно, сколько ты, 500 выпустил игр. Нет, важно, на самом деле. Опыт все равно важен. Это новая среда. Ну, она же не на пустом месте выросла. Тебе надо учиться, тебе надо учиться с ней работать. Безусловно, но твое, твои знания, твой бэкграунд все равно важен. Конечно, важно. Ну, так значит, неужели не изначально неравные условия у нас с тобой? Нет, ну, если ты так подходишь к этому вопросу, то, в принципе, я бы лучше Евгения послушал насчет следующей новости. Американская компания? Provided by Евгений. Американская компания? Какая? Американская. Придумала туфли для селфи. Вот так вот. Продемонстрируйте. Я сегодня как раз в них. Я пришел сегодня в них. То есть, как это выглядит? Ты хочешь, чтобы ее... Никто не возражает. Да, давай. Ты сегодня не в них? Нет, я сегодня не... Короче, я тоже, к сожалению, не в них. Хотя у меня есть. Значит, это специальный ботинок. Ну, как ботинок, вы поняли. Туфля. В туфлю вставляется трубка телефонная. Вот сюда вот. И дама должна вытянуть ногу, чтобы сделать селфи. Да. И это, знаете... Я не очень понимаю, она пальчиком нажимает. Там внутри как-то есть специальный механизм, который... Нажимаешь пальцем ноги. Ну, то есть, ты всей ногой нажимаешь. Всей ногой. И дальше сочетать телефон, до свидания, да. И все, привет, 70 человек. Можно так и гулять, в принципе, с телефоном. Да, это, кстати, будет... Забыл в ноге телефон, и все. Нет, ты представляешь себе, если ты просто ходишь в таких туфлях, и тебе туда сколько всего засыпается вообще, в принципе. Чужие телефоны. Окурки, жвачка. Ну, наверное, там есть какая-нибудь затычка. Как на камерах. Или молния. Молния, кстати. И красивая. Липучка. Да, да, да. Класс. Друзья, друзья, так, что там про ведьмака-то? Карту видел огромное? Погодите. До ведьмака мы дойдем, да. А что за раввин слева от Петра сидит, в шляпе который? Рэбби. Мое имя написано в Анмансе. Я не думаю, что я... Ты такие уточни. А я, кстати, по-моему, не написал ни чье имя. Ну, тогда посмотрите, оно в предыдущем выпуске. Да, да, да. Привет, я хочу задать вопрос по поводу цен на только что вышедший из Color of the First Sin. Те, кто сейчас покупает Dark Souls 2 в Color of the First Sin, заплатили 1199 рублей. Те, кто в своем купил оригинальный Dark Souls 2, заплатили 799 плюс 499 за season pass. А сейчас покупают апгрейд за 500. Так. И вопрос ваш о том... Посчитайте, пожалуйста, у меня эвакулятор не работает. Почему с Color of the First Sin покупать выгоднее, чем сначала купить ПК-версию, потом season pass, а теперь апдейт? А я не понимаю, кстати, зачем вам это нужно. Ну, ладно. Такие туфли... Кто-то, может быть, исследование проводит. Тумон нам пишет. Такие туфли сделаны, чтобы их под юбки подсовывать, особенно с учетом наступления лета. Вау! Сразу креатив пошел. Отлично. Неплохо. Так. Шуточки шуточачички. Шуточачачки. 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 Шуточачачачки. Друзья, 1 апреля, слава богу, позади. Реально. Реально. За это время случилось многое. Half-Life 3 все еще не анонсировано, даже в шутку. Кстати, странно. Да. Вместо этого мы тут нашли несколько видео. Искал Михаил Равин. И Евгений... Не Равин. Не Равин. Ты Растызин. Не Равин. И, значит, мы сейчас вместе с вами их посмотрим. Я пока не видел. Значит, первый эпизод нашего сериала называется «Симулятор козла, лодка и загадочный остров». Да. Загадочный остров там действительно есть. И главная фишечка... Шуточки. Шуточки. Да. Во-первых, на лодке обратите внимание, что козел держится языком, чтобы не выпасть из него. Да, ты считаешь? Языком держится? Шуточки. Да. А где? Где надо? Что где надо? Начинать хохотать? Ну, подожди. Это как в Half-Life. Ты начало игры, ты едешь на чем-то... А потом смешно становится. А потом становится дико смешно, да. В Half-Life нет. В Half-Life на самом деле... Вот мы и на острове. То есть козел попал на необитаемый остров. Теперь ему можно собрать три палки. Это на самом деле игра Stranded Deep. Ты видишь, ты терпишь крушение, но в виде козла. Ну, то есть для некоторых и не отличается ничем Stranded Deep. Но учитывая, что Stranded Deep просто игра от первого лица, ты же не знаешь? Может, ты играешь за козла. Может, ты играешь за козла. За козла ответишь. Хорошо, ладно. Смешно. Нет, промотай дальше. Промотай дальше. Подожди, ты вообще даже не... Ты на 14 минут смотри. Нет, ткни середину. Он лижет разные... Там грибы, короче. Грибы на острове. Да, он срочно в середину. И у него вырастают уши. И у него вырастает какой-то... Нет, после... То есть ты лижнул один гриб, у тебя выросло что-то. Неважно что. То есть это может быть ушко. У тебя вырастает, когда ты лижешь грибы. У меня мир начинает расти. Да, но здесь у него... Все кроме тебя вырастает. Все кроме... И туловище у него не может вырасти по условиям игры. Какие суровые условия игры. Вот Евгений начал смеяться. Все, я понял. То есть один к трем шанс, что вам это понравится. Шуточный нереалистичный бой на 1 апреля от World Thunder. Стреляем картошкой. И морковь. Неплохой намек, кстати. Nice try. Я думаю, тут тоже нужно мотать. Только картошка или морковь. Морковь я видел на скриншоте. А, я думаю, это они так привет своим белорусским коллегам передают. Так, пока не очень смешно. Пока War Thunder. Надо немного подождать, наверное, столкновение. Ну, внизу мы видим уже, вот там есть морковь. А, вот же они. Что-то третье. Что это? Вот это что? Вот слева морковь. Ой, слева картофан посередине. Это крючок какой-нибудь. Может, это чеснок декоративный? Нет, это крюк на самом деле. А, это крюк. Да, это чтобы буксировать товарища своих. Ну, на самом деле, смотрите, это же танки надувные, а есть же вот этот, как он по-английски называется, potato gun как раз, где с сжатым воздухом стрелять картошкой. Может, здесь они решили так, очень вольно подумать на эту тему. Так, градус смеха нам нужен был ТТ-0. Смехометр. Смехометр. Так, добавили танк совет СТ-1, первый и единственный в мире шагающий танк. Это и советский. Там же. Там же, да. В новом DLC для Call of Duty есть взрывающийся гамбургер динамит. Ну, охренеть. Да, ну, там очень сложная история, как до них добраться. Но, в конце концов... Ну, ладно, добраться, как их приготовить? Да, там нужно мало. Ну, там... Эпопея. Прям квестовый. Нужно сначала... У меня взор упал. В одно место пойти, потом в другое. За булками, за мясом, за огурчиками, за помидорчиками, за горчицей. А в Call of Duty, в DLC, точнее, для Call of Duty, про зомбарей, там нужно найти специальных зомбей, одних из которых будут булки выпадать. И с него еще с шеей срезать, да, или с бломку, откуда мясо отрезать, да. Найти, где посочнее. Как у коровы. Потом, главное, найти сковородку. Ты же... Как бы сковородки-то на дороге не валяются. Смотрите, смотрите, мне тут... У меня взор... Чтобы добиться этого, сперва нужно в определенном порядке повернуть четыре клапана в канализацию. Затем найди специальную сковородку и принеси ее на алтарь. После на тебя лезут много зомби. Убивай их, ты наполняешь сковороду кровью. Затем окровавленная сковорода несется в Бургер Таун и кладется на плиту. После этого надо собрать разбросанные по уровню куски мясца и принести их на жарку. Затем нужно поубивать зомби-работников в забегаловке, чтобы из одного из них выпала булочка. Потом надо еще пару раз повернуть батарейки гигантскому маскоту Бабби, запустить ракету из Бургер Тауна. И тогда на тебя выпадут эти самые бургранаты. Это слово я читаю. Не бур. Хотя это именно то. Такой чушё, оно попало сюда. У вас есть оно на листках? Такой чушё, оно на мой листок впечаталось. Сейчас у меня из головы вот так вот. Это мой вывод. Погружался. Но это и мой вывод, как видишь. World of Tanks на Луне. Друзья, вчера, я думаю, вы видели у нас на Jambox новость о том, что в течение ограниченного времени можно побывать на Луне, где танки прыгают. Ну ладно, за тебя за спиной как раз они летят. Да у меня и за спиной, и на сайте это у нас есть и так далее. И стреляют из лазера друг в друга. Очень занимательно. И тоже очень смешно. Жалко, что на один день зон. Это всё на самом деле. Танцующий Гитлер от создателей зомби армии трилоджи. Ну, это должно быть смешно по определению. Да? Ну, мне кажется. Он же ещё по триллям танцует. Нет, кстати. Нет? Он танцует под какую-то херню. Мне кажется, движение... По идее, он называется типа фрилоджи. Фрилоджи, да. Тут подразумевается, что ты должен подменить музыку сам, потому что у нас не хватает денег... Чтобы её туп тебя не заблокировал. Да, потому что у нас не хватает денег на то, чтобы заплатить... Кому сейчас принадлежат Джексоновские песни все. Джексоновские песни. Детям. Наверное. Вот. Джексон фарш, да. Ну, или сестре Джексона. Ну, тут же забавно. Двухминутное видео. Ну, как-то не ясно, в чём интрига. Где танцуют реально зомби Гитлер и армия каких-то скелетов. PlayStation Flow. Лучшая новость. Реально. Мы сегодня смотрели. Лучшая новость. Это система... Давайте расскажешь. Или ты расскажешь, кто нам? Кто нам расскажет? Разум. Рэп. Рэп. Давайте на суэфа. На суэфа правильно говорить. Ты забыл, что ли? На что? На суэфа. Суэфа? Это он? Привёз нам такую. Название. Я всегда думал, что это так. Суэфа. Я не знал. А что значит, как правильно? Суэфа. Что это значит? То же самое, что и суэфа. Ну, это ничего не значит. Это разные вещи. Ещё же есть чичико. Есть. Камане маргане. Магане. Не маргане. Маргане, это опять туда. К суэфе. К суэфе. Маргане суэфа. Ладно. Новая порно-класса. Кстати, да. Топ-1 порнхаб. Кстати, вы все видели инстаграм Мия Халифа? Я надеюсь, всё подписано. Я уже давно отписался, потому что она какую-то херню стала выкладывать. Типа. Ну, типа, не того, что ты ждёшь от инстаграма её. Ну, вот как ты писал, булочки какие-то там, пивковые. Вот это же самый смех, потому что она сначала публиковала в течение трёх месяцев, как она жрёт пиво в ванной с булками, потом жрёт пиццу, жрёт бургеры, жрёт мороженое, жрёт конфеты, а потом такое селфи возле зеркала. Я занимаюсь уже четвёртый час и, типа, хочу обратно в ванную к бургерам. PlayStation Flow, друзья. PlayStation Flow. Запустили видео уже. Отлично. Вот, в общем, вот эта женщина, она рассказывает то, что PlayStation очень важно передавать experience, immersive, бла-бла-бла. И шутка в том, что ты надеваешь на себя какие-то датчики и очки для плавания. И под воду. И в каждый момент, когда ты в игре попадаешь в водное пространство, ты идёшь, идите в ближайший бассейн, прям инструкция, идите в ближайший бассейн, синхронизируйте ваши очки с вашей консолью PS4 и продолжайте геймплей в бассейне. Если вам в течение миссии нужно несколько раз выходить и заходить обратно из воды, то придётся очень часто ездить между вашим домом и бассейном, если у вас его нет в шаговой доступности. У меня через дорогу бассейн. Ну вот, Петру, Петру, Петру. Но туда надо абонемент, понимаешь? А ты по пятницам, то есть я играю во все игры, но только по пятницам я ныряю куда надо. А представляете, так было бы, ну, вообще вот все элементы игры, то есть в воду надо идти в воду. Ты садишься за руль в игре, будь добр, да, ты прыгаешь через, прыгаешь с горы, ты знаешь, что делать, да. Ну и вот надо идти в пламя. Суллифан. Вообще. Первый апрель Dying Light отметили лучше всего, просто сделали удары героя сильнее, в результате чего зомби улетают на метры и метры в стороны. Флэш игра от создателей World of Tanks, танки против зомбарей. Собственно, флэш игра от создателей World of Tanks, действительно, танки против зомбарей, это Tower Defense, в которой, кстати, до сих пор можно поиграть на как-то World of Operation... Operation Undead. Operation Undead, да. Все это происходит где-то по соседству с официальным сайтом World of Tanks. Аккуратнее, когда вы зайдете по ссылке непосредственно на Operation Undead, вам предложат выбрать регион, когда вы выберете, что вы в России, вас перекинут на главную, вы потеряете страницу undeadов и, в общем, никогда не поиграете. Ну и победитель нашей рубрики, на мой личный взгляд. В World of Tanks, Operation Undead до сих пор можно поиграть в отличие от Пакмана на Google Maps. Вака-вака, мадефака. Да, это было очень прикольно и жалко, что... Хотя, возможно, у Гугла же есть вот эта вот какая-то страничка специальная, куда они кидают все свои вот эти анимированные игрушечки с их логотипом и бла-бла-бла. Может быть, они эту возможность куда-нибудь заархивируют и в нее нужно будет еще побегать, потому что я не успел, к сожалению, я бы только посмотрел на скриншотики и подумал, ах, как весело и замечательно, и забыл. Ну, кстати, когда нужно было покемонов-то ловить на Google Maps, они достаточно долго держались. Люди даже успевали полный покидайк собрать. Там все первое поколение покемонов, там их 115, по-моему, штук со всеми секретными, и люди собирали. Ну, короче, мне кажется, это и такая идея, которую нужно развивать. Нужно, в принципе, делать интерактивные вот эти карты как-то веселее. То есть, что ты ехал куда-нибудь к теще на дачу и при этом еще не только не обязательно в Пакмана играл, но можно все что угодно придумать, как этот самый Эндлес Раннер какой-нибудь туда добавить. Что ты ехал и собирал монетки какие-то, потом на них себе бустеры покупал. Там достаточно такая грустная вещь, потому что для Пакмана выделяется очень маленький кусочек карты. То есть, там нельзя выделить, там, я не знаю, хочу гонять Пакмана вокруг Кремля и выделить там вот сразу там весь центр. Вокруг Кремля это не сильно большой кусочек. Ну, там весь центр там выделить вместе с этим. А сколько можно? Пару улиц, типа? Там берется, да, там берется почти максимальное приближение. Значит, есть куда стремиться. И не всякий может поиграть, так сказать. Ну, вот, например, Клифф Ближинский лучше всех отреагировал на Пакмана в Гугле. Today I played Google Pacman in my father's cemetery. Вот, вокруг могилки бегал. А, в этом плане. Я думал, что он туда пришел с ноутбуком. Это интересно, что за кладбище, так сказать, ну, обсуждается. В котором есть дороги. В котором есть столько дорог. Потому что, например, Евгений, вот, ты у себя на районе можешь не смочь, как сулефанец известный, поиграть. Потому что там может быть недостаточно дорог. Как известный сулефанец, я могу сказать, что дорогу можно найти. Ведь я казах. Ведь я казах. Я молюсь соколу. И я могу найти любое место, где поиграть. Мы куда поехали, там и дом, там и поиграли. Там и район. Друзья, к слову о людях, которые молятся соколам и вещам отличным от, так сказать, объектов, молитв, жителей центрального региона России, выяснилось, что создатели игры Bloodborne, Bloodbass, Кавказ, который выходит в стиме в апреле 20 числа, выяснилось, что это друзья этого человека. Вы понимаете? Друзья этого человека, реально, холмейс. Друзья этого человека разрабатывают игру по молодому дагестанскому киллере, который приехал в Москву и удрученный, удрученный вкусом хинкала, удрученный качеством курзе, удрученный высотой подвесок, это не так важно. Удрученный вот этим, удрученный всем, холодом, в конце концов, удрученный. Он начинает заниматься заказными убийствами. Причем диктует ему дальнейшее действие, ему предлагает человек, который, да, незнакомец, чем-то похожий внешне на Чеботкова. Немного. Покажись, пожалуйста, в кадр незнакомца. Ты мог бы? Ну, давай. Я бы мог бы, но где я его возьму? Надо, 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 Павел. Надо, надо, надо. Если он только есть в трейлере. А скрины где? Взрывоопасное возбуждение. Вскрины же есть. Обязательно. Сейчас трейлер. Ну, сделай трейлер на полный экран, пока чтобы мы как дебилы не сидели спиной в камеру к людям. Взрыв, взрыв. Как вы понимаете, ну, ясно, да, чем вдохновлялись создатели. Изначально, кстати... Но не только хатлайн. Изначально, кстати говоря, игра-то и называлась. Хатлайн Кавказ. Хатлайн Кавказ. Дизгастинг Мэн. Черт знает, когда мы писали об этой игре. А если быть точным, то первая новость 14 февраля 2014 года. Год назад. Хатлайн Кавказ, да. Значит, и вот исходная новость. В сервисе Steam Greenlight, признанном поддерживать любительскую и независимую разработку, доступна альфа-версия Хатлайн Кавказ, первой в истории игры, посвященной повседневной жизни простого кавказского бандита. Создатель Хатлайн Кавказ, очевидно, вдохновилась стилистикой позапрошлогодней ретро-резни Хатлайн Майами и решил предложить публике свою незаврядную интерпретацию. Трейлер не очень информативен, однако, судя по скриншотам, об игре уже можно кое-что сказать. Например, помимо динамичных перестрелок, там будут обязательно диалоги. Помнишь, как я твой рот в жопу... Это цитата скриншота. Там же на одном скриншоте заявлен инвентарь, полный полезных предметов с уникальными характеристиками. С помощью этих предметов способности герой может всячески развивать и улучшать. Шапка 228, шапка 282. Ты настолько знаешь, что в развитии, что сможешь замедлять время. Да, да, да. Играция этого... Слушайте, а можно, Гай Фокс, можно похвастаться? Мне. Да, он анонимус, как принято у нас. Саундтрек, кстати, авторский саундтрек, который уже давно, давно можно загрузить. В этой игре будет одна сцена на танцполе. Клуба. Ты там есть, да? И там моя песня. Да ладно? Да. Фристайл твой? Нет. Фристайл нею. А ты можешь ее исполнить? Ну, не надо исполнить. Ну, а что, о чем песня? Ты быстро перенос. Песня «Кавказская бомбита». Кавказская бомбита? Да. Песня у тебя такая есть. Мы можем все себе поставить. А у тебя есть записи где-то? Я думал, что Лег был специально. В эфире лучше ее не ставить. Ее лучше не ставить в эфире. Ой, отвезу я у тебя как-нибудь интересные места. Так, вот. Где знают Суллифу? Где знают не только Суллифу, где Суллифа знает там. Бладбат. Я все-таки хотел бы найти изображение от тебя. Ну, давай. Сейчас, секундочку. Секундочку. Картинки. Так, так, так. Вот, вот, вот. Ну, смотрите. Смотрите. Я же говорю, этот незнакомец явно был срисован с Чеботкова. И он отдает главному герою приказ. Внизу написано «Зачисти этот район». Вот. Ну, в общем-то. Вот такой расклад. Я предлагаю позвонить. Давайте сделаем это. Давай наберем твоим друзьям. Давай. Роман добавил тебе. Господа, я тут погуглил. И похоже с оригинала китайского. Правильно-таки говорит Суллифа. Есть! Суллифа. Вот этот момент. Ты сам себе... А кто мне здесь отобьет? Я отбиваю Суллифа. Вы понимаете? Я Владимир против системы. Я Владимир против системы. Вы сейчас разрушили все мое детство. И сегодня я победу. Суллифа или Суллифа? Или Суллифа. Давай. Камень, ножица, бумага. Собственно. Это же правильно? Естественно. Это же? Чувачи! Чувачи! Популярная игра на руках. Известная, ну, ясное дело. Правила игры. Камень, раз, два, три. История. О, подожди. Вот история. Зян-кен-пон. Давай на Зян-кен-понский. Зян-кен-пон. Быстренько. Так. Пини. Ну, понятно. Это другое. А где вы ссылку бы лучше кинули? Суллифой-то. В Сингапуре играет в игру Птица, вода, камень. Птица сжатая. Слушайте, это портал об играх надо было назвать. Суефа или Суллифа. Суефа. Это же идея канобу. Кутка в озеро ружьем. Канобу. То есть, типа, камень, ножица, бумага. В этом был смысл. Аааа. Старый логотип камня или камень. Вот. Теперь я понимаю, о чем речь. Ножицы гнались за камнем. Да, да, да. Вот это вот. Вот. Суллифа. 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 Су-лифа. Еще есть камень, ножица, бумага, ящерица, спок. Тоже отличный вариант. Так, а где же камень, ножица, бумага, матричная игра с нулевой суммой? Пишет нам в разделе математика. Суллифа. Ой. Суллифа. Ну, явно не так это пишется. Существует мнение, что Суллифа изначально произносили... Суллифа. Суллифа. Окончание читателя Суллифа. Текст игры со временем менялся. Камень, ножица, бумага, раз, два, три. Общепринятый вариант текста в 70-е и 90-е. Камень, ножица, бумага, Суллифа. Такой текст появился в детской среде в конце 90-х годов и стал доминирующим в нулевые. Понял? В 90-е годы также был пример вариант Каманомагано, Цуефа в центральном регионе. Цуиножки, Цуефашки. Это, мне кажется, какая-то другая уже история, но все равно. Устойчивость, скрещенный вариант текста зафиксирован в детских играх с начала до 10-х годов, как раз когда радикально настроенная молодежь была в больших количествах представлена в разных районах. На острове Сахалевском представлено Эн Бен Цо. На звуке Цо игроки выбрасывают кишки изо рта. В Мурманской области в 90-е годы дети использовали сочетание слов 3, 2, 8. Почти угадали. Мурманская область. В Ставропольском крае в 90-х, в начале 2000-х использовался текст Чинганчи. И вместо камня человек превращался в дракона. Камень превалировал колодец. Вот у нас тоже превалировал колодец. Ставропольский край, Чинганчи. Реально. Ну нету сулефы на Википедии. А в Камчатке вообще Чингисхан использовали. Ты что, с Камчатки приехал? Да. А что ты оттуда уехал? Там скучно. Есть ли там? Как там использовали, что ли? Там было Чингисхан. Видишь, как здорово. Чингисхан. Давай звонить. Вот так, оказывается, с Камчатки у нас Коля приехал. Я предлагаю позвонить. Медведя не видел. Первый вопрос, который мы зададим. Давай. Это был вопрос. Сулефа или сулефа? Сулефа или сулефа, да. Спросите у разрабов Bloodbath, растет ли в игре борода в реальном времени. Кстати, да. А эта игра с видом сверху, там не видно, скорее всего. Ну, она может... Какая разница, видно или не видно? Давай, давай. Я ищу, ищу, ищу. Роман Тишков. Роман Тишков. Ты уже забыл, как его зовут? Отволнение. Потому что... Потому что... Включить? Давайте. Включайте видео. Его не будет видно, но мы посмотрим зато. Вот этот человек! Вот этот человек делает хатлайн, Bloodbath, Кавказ, Лизгин. Рассказывайте. Роман Петр Сальников. Обратите. Как это... Равин. Цитирую вашу брутальная история. У нас, к сожалению, нельзя в эфире все эти слова произносить. Нет, ни в коем случае не будем. Были случаи уже, да. Вот. Поэтому не будем испытывать судьбу. Как вы... Давайте вообще... Да, Ром, первый вопрос перед... Немножечко не в тему, но... Как будто бы вы не знакомы. Да, слушай. Как правильно? Цуефа или сулефа? Сулефа. Может быть, это в Питере у вас, сулефа? Это потому что вот, человек знает суефа. Тоже соколу молятся. Да. Ладно, просто я тоже так считаю, больше никто похож здесь. Давай свои вопросы. А теперь по поводу игры. Да, по поводу игры. По поводу игры. Ну, вообще нас интересует много, но вот пока нам задали один вопрос в скайпе, и он актуальный. Да, да. Будет ли расти борода... Вы роман с бородой, я смысл. Будет ли расти борода у Шамиля в игре? Хотя бы в игре. У меня бороды нет, может, хотя бы в игре вырастет в реальном времени. Я думаю, мы сделаем разные виды ДЛС с разными видами бороды за денежки. А как вы вообще пришли к идее? Ну, вообще, ну, мне кажется, что, в принципе, скажем так, тема живая, потому что, ну, это многие волнуют, в конце концов, над этим шутят в интернете, и веселые пишут, и грустные, и видео, и там, и смешно, и страшно. Вот. В играх просто такое раньше никто не проворачивал. Мы первые, да. Вы представляете себе? Первый случай. Первый случай в истории. И как вы думаете, вас воспримет игровая пресса? Очень сложный вопрос. В лучшем случае они нас проигнорируют. Для них. Ну, вот мы уже вас не проигнорировали. Просто вы же понимаете, что вы без внимания ресурсов типа Live News никак не останетесь. Мы об этом позаботимся. Особенно, если у вас такая же обложка будет продолжать. Да, и такой же слоган, как был в Гринлайте год назад. Нет, нет, нет. Мы полностью вычистили игру в плане какого-то даже намека на розжиг. Может, вы там прогнали всех, кто изначально занимался разработкой? Выгнали, наняли нормальных людей и делаете хороший клоун Hotline Miami? Я лично занимаюсь цензурой в игре. Поэтому никаких проблем, надеюсь, ни с кем не будет. И Live News. Не уверены, что мы как-то их заинтересуем. Слишком уж мелкая тема. А вы все это делаете как акт некой провокации? Или вы хотите действительно... Ну, я понимаю, что Hotline Miami как точка отправная. И BloodBath Кавказ в принципе не может быть серьезным лицом, скажем так. То есть это... Ни в коем случае, мы очень с иронией относимся к тебе. Естественно, все иронично. Но вы как бы за искусство? Или вы просто щекотите нервы и себе, и людям? Мы за искусство. Я думаю, что мы победим, если какой-нибудь европеец или американец оденет красные макосины и шапку по 2.8 и выйдет так... На Комик-Кон пойдет в таком виде! Да, да, да. В этом году! Какой-нибудь косплей в таком стиле. Все, давайте так, давайте так. У нас есть эксклюзив. На Комик-Кон приходит косплей Коля. Ты будешь косплеить главного героя BloodBath Кавказ. Ну а как? Ну ты же опытный косплейщик. У тебя должно хорошо получиться. Снэйк, это ты переодевался в Снэйка? Не раз даже. Я не переодеваюсь, я и есть Снэйк. Ну что, тебе придется переодеться один раз из Снэйка в это... Извини. А, то есть ты Снэйк, который переодевается в Колю? Я так... Да? Нет? А ты жидкий или твердый? Подожди, мы отвлеклись. Михаил. На самом деле, если мы поедем на Игромир, то мы придем с актером, который будет аутентично одет, и наведем шороху там. Наведем шороху, это звучит... Скажите, Роман, а вы когда последний раз были в Москве? В Москве был в сентябре 2014 года. Ну просто если бы мне сказали, что последний раз были в Москве в сентябре 1994, например, тогда я бы понял, зачем вам профессиональный актер. Сейчас я не очень понимаю, зачем вам профессиональные актеры для... Ну мы же не хотим, чтобы кто-то пострадал, правильно? Поэтому обратиться к профессионалу. Конечно нет, конечно мы не хотим. Роман, релиз запланирован на 20 апреля для ПК. Что с консолями? Да, да, да. У меня нет ПК. В течение этого года мы перенесем на Android, если получится, на iPhone. Если получится с консолями, может быть и туда. Вы уже с кем-то общаетесь? Да, мы общаемся с одним издателем, скажем так. Роман, а? Ну в течение года. На Android точно. Понял, понял. Есть такой еще вопрос. Помимо Hotline, чем вы вдохновлялись и какие еще игровые механики будут представлены в игре, помимо тех, которые мы уже знаем по Hotline. Ну, например, у нас есть замедление времени, целиком связанное с Max Payne. Так. Честный разработчик, мне нравится. К примеру, такого еще нигде не было в два двухмерных играх, насколько мы знаем. Так, еще какие? Так вот, подождите. Первые две части GTA. У меня тут, да, насчет первых двух частей GTA, у меня тут просто есть, во-первых, я читал ваше интервью на Канобу сегодня, во-вторых, тут Чеботков за вами записал. Это не то. Что ж не то, вот. Где еще? Вот. В свободном режиме игрок сможет кастомизировать свою машину. Спойлера, цвет, логотипы, прокачивать движок, тонировать окна. А зачем нужна машина в этой игре? В Hotline Mimer разве была нужна машина? Ну, она была представлена только, чтобы... Ну, типа, приехал. Приехал. А здесь? Тут будет открытый мир, что ли? Открытый мир будет в одном из режимов игры, после прохождения основной кампании, и это, в общем-то, наша цель. Москва в стиле первых двух частей GTA. Прям целиком? Да, прям, ну, как целиком? Ну, целиком, наверное, не получится, но какие-то знаковые места, конечно, мы сделаем. Например, коробка в Марьино будет? Я не москвич, я... Для Петра это очень значимое место. Сделаем, сделаем. На самом деле, вот касательно песни про Бомбиту, это была идея Константина Подстрешного, редактора, навигатора игрового мира. И мы сделали. Поэтому, если какие-то есть идеи, мы все сделаем. То есть вы готовы сотрудничать с фан-базой напрямую и какие-то советы даже у них брать? Да, если есть какие-то хорошие идеи, мы все послушаем. А у вас есть какая-то форма обратной связи, какой-то форум, где можно с вами... Паблик ВКонтакте. А, то есть всем, кто есть идеи, и кто хочет увидеть что-то интересное свое, то пишите ребятам в паблик. Давайте просто для начала определимся, что уже сделано. У вас какие районы столицы сейчас представлены? Еще пока ничего. Это не Москва, это просто дома, дорога, можно кататься. Песочница. Мы бы назвали это песочницей. Это то, что мы хотим сделать во второй части. Не просто какой-то клон и стрелялочку, а именно в стиле первых двух частей GTA про Россию, где мы сделаем... Ну, перенесем то, что сейчас у нас происходит в стране в игру. Ну, это неплохая, по-моему, идея. Хоть и такая довольно скользкая, конечно. Не, интересная. Интересная, интересная. Здорово, что наконец-то кто-то на это решился, потому что я-то сам думал не раз об этом, что вот бы здорово кто-нибудь бы сделал бы, про Москву-то бы что-нибудь бы типа в GTA. А то я Москву-то не вижу каждый день. Я не могу в Москве-то я выйти и пострелять в людей. Роман, игра рассчитана... А так я прямо у себя во дворе это буду делать, только в игре. Читая здесь, что игра рассчитана в основном на русскую аудиторию. Значит, были попытки что-то там адаптировать, добавить отсылки и всякую фигню, но это рушило основную концепцию игру. То есть, это тот юмор, который никто с запада не поймет. Я правильно понимаю? На самом деле, мы сами не особо знаем, что там происходит на западе, и вот то, что мы видим из юмора западного, нам не нравится. Приняли они игру достаточно холодно. Если вот, допустим, нам пишут многие русские ребята, кавказские ребята, сейчас у нас сегодня на сайте полмахачкалы, я так понимаю, сидела, как-то, видимо, там пошла молва, да, пишут, молодцы ребята, от души. А американцы, англичане, что они нам пишут, что мы бессовестно скопировали механику игры, что скопировали стиль. Да это понятно, это понятно. Да, поэтому после релиза будет видно. На самом деле, если вы реально поиграли хотя бы в демку, уже по ней можно определить, что играется совсем по-другому. А что, демка есть в открытом доступе? Конечно, демка есть в годовалой давности, не рекомендую ее. Но я думаю, какое-то впечатление можно составить. Есть инфа в инете, что в конце 15-го, пишет нам зритель прямо сейчас, к вам обращаясь, Роман, есть инфа в инете, что в конце 15-го года начинается съемка фильма по игре «Бладбат в Кавказ». На вашей официальной странице. Это, конечно, шутка, но мы бы и в этом хотели себя попробовать. Себя хотел бы попробовать? Нет, конечно, не себя. Ну, как режиссер. Нет, нет, нет. У нас есть гейм-дизайнер, который непосредственно... Основная творческая работа на нем. Если он захочет, будут деньги, мы снимем. Может быть, если вы видели, перед релизом второй части был ролик по «Хотлайн Майами». Вот, может быть, сделаем что-то подобное. Но пока это, конечно, только шутка. Понятно. Скажите, после выхода «Хотлайн Майами 2» появились ли какие-то мысли по поводу того, чтобы еще изменить, добавить «Бладбат в Кавказ»? То есть вы делали-делали, а они тут на второй части. Ах, черт возьми, теперь столько, блин, так. Так, ну, что, могу, например, миссии в Гавайях помянуть, да? Знаменитый «Хотлайн Майами», который лично я проходил с трудом. И у нас Гавайи были в самом начале, еще в самой первой демке. То есть это они? Надо было, секундочку, да-да, надо было просто собрать шесть бутылок и застрелить бомжа. И в контексте провала «Майами 2» это уже выглядит издевательством над ними. Над ними, да. Мы сознательно уходили от боя ближним оружием, делали перестрелки. И вторая часть пошла тем же путем, собственно. Поскольку мы выходим через месяц после релиза, да, через месяц, надеемся, что люди сообразят, что у нас это было раньше. – Отлично, отлично. Скажите, пожалуйста, а вот вы только что упомянули, что у вас тусуется на сайте публика из дагестанской столицы. К вам, к вашему проекту, лично к вам вообще, как относятся, скажем так, люди из южных регионов нашей Родины? – Пока те, кто узнавали и писали, им нравятся. Основные какие-то угрозы, негатив – это от фанбоев в «Майами». Как наших, так и за рубежом. – То есть так вообще люди понимают иронию? – Ну, конечно, понимают, да. Я думаю, они сами рады, что про них сделали игру. – Нет, бы про них добрую игру сделать. Симулятор танцев там каких-то. О, Джаст Дэкс, добавляйте скинку, было бы отлично, кстати. Вы зря смеетесь, не понимаю. Вы никогда не видели, как ее танцуют, наверное, по-человечески. – Последний вопрос. – Давай. В режиме свободной езды по городу на машине можно ли будет стрелять в воздух из калаша? – По пути на свадьбу. – Да. – Будет ли свадьба? – Делаем. Если даже нельзя, мы это сделаем. – Отлично, это лично от меня запрос. Вот, вот. Это надо миссию целую. То есть погоня, погоня, мигалки, полиция. И надо стрелять в воздух просто. А полиция сама отвяжется. – То есть прямо в камеру прямо. Полиция сама отвяжется. – Чтобы задача была, знаете, в играх нужно уехать, чтобы полиция тебя потеряла, а там надо наружу, чтобы она тебя не теряла. И как только она тебя взлетит, ты проиграл. – А, полиция отстает. Вот вам готовый концепт. Роман, спасибо вам большое. Удачи вам с разработкой. Давайте придумаем что-нибудь классное. И когда у вас будет релиз, мы будем готовы принять от вас коды на розыгрыши, на рецензии и на все остальное. – Спасибо, все будет, спасибо вам. – На связи, Роман. – Счастливо. – Пока. – До свидания. – Такая интересная история. Прямо даже не хочется уже про Ведьмака-то говорить. – Ну, каратенечко. – Давай. – Что можешь? – Ну, смотрите, во-первых, у нас осталось две крупные истории, и они связаны друг с другом. Так или иначе нельзя не упомянуть. Ведьмак 3. В общем-то, неделю назад, неделю назад было пресс-мероприятие, куда позвали, в том числе и меня. В течение целого дня можно было поиграть в третьего Ведьмака. Наконец-то я это сделал, потому что я не был ни на одной презентации до этого, ни на Gamescom, ни на E3. И там не давали играть, а просто показывали трейлеры. – Поэтому ты такой, да пошли вы. – И как, и как. – Ты знаешь, ну, это может стать, ну, реально. – Ну, реально. – Ну, реально, да, реально, реально, реально. Мне кажется, что Ведьмаку, в принципе, не хватало открытого мира, сейчас это почему-то похоже… – Круче, чем Skyrim. – Это не похоже на Skyrim. – Это похоже на Red Dead Redemption. – А Red Dead Redemption похож на Skyrim. – Да? – А почему нет? – Первая игра, которую я думаю, когда всплываю Red Dead Redemption, конечно же, Skyrim. – Нет, по-понятному, что не первая. Сеттинг разный, механики-то похож. – Открытый мир, перемещение на конях. – Skyrim, враги! – Сутки, перемещение на конях в Skyrim, это по-моему. – Skyrim, да. – Ну, в общем, это похоже на Red Dead Redemption каким-то образом. – Это просто от третьего лица, это понятно. – Очень здорово, потому что я боялся, что это будет похоже или на Dragon Age Inquisition, не дай бог, или на Assassin's Creed, когда у тебя куча одинаковых копипаст-заданий по всей карте рассыпано. Здесь не так, здесь прямо видно, что это все руками сделано, что вот здесь вот у тебя что-то убедительное происходит. – Живой мир, то есть? – Да, живой какой-то мир, гуси бегают по деревне. – А уточки можно что-нибудь делать? – Я пытался убивать в деревне, но там, к сожалению, охранники настолько сильные, что очень быстро все это… – Охранники деревни? – Ну, там стражи. – В каждой деревне есть охранник. – У нас в каждой деревне, к сожалению, есть охранник. – У нас, да, много другого есть в каждой деревне зато. Собственно, вот, и мне очень понравилось, что все, ну, то есть там реально огромная группа была людей, и кто-то играл на PC, на PlayStation 4, на Xbox One, об этом отдельно, и все были разными какими-то вещами заняты. – А представлена была небольшая группа? – Один отрез, я так понимаю, что это самое начало игры, то есть показывают небольшой пролог, где в Кайр Морхен тренируются снова ведьмаки, с ними происходит что-то, не будет говорить что-то, а после этого начинаются уже непосредственно приключения, и вот они вдвоем со старым коллегой скачут и попадают в деревню, которая становится первого локации, то есть они преследуют Цири, которая исчезла куда-то. Вот, и ты можешь исследовать мир, ты можешь остаться в этой деревне, набрать там квестов, просто ускакать куда-нибудь. Причем, я так понимаю, что система мира, она будет все-таки чем-то похожа на ту, что была в Инквизишн, то есть это несколько очень больших санбоксов. Переход между ними определенный. Да, через глобальную карту. И я, значит, там взял квест, где надо было полуденницу прогнать от колодца. И там, как Валей Нуар, я такой иду, видимо, чуть-чуть ее, короче, как в Бэтмене, знаешь, вот этот вот, Detective Mode. Следы крови, здесь просмотра, здесь записка. В итоге выныривает эта тварь и убивает меня, потому что нет ни единого масла, чтобы смазать, бросить ее выпить там и так далее. И где-то для этого надо надыбать. То есть это... Рано ты туда полез, короче. Хороший, многоступенчатый, глубокий такой геймплей, то есть с множеством элементов. Я думаю, что там будет, как и в прошлых частях, несколько уровней сложности, когда тебе на легком, ты просто tell me a story, а на сложном тебе надо все варить, все тереть, вот это вот начищать. Спать обязательно каждый день. И я так понимаю, что это будет довольно жестокая игра, потому что я взял квест по поимке, аналогичный детективный квест по поимке чувака, который поджег крышу у кузницы. Или сжег кузницу. А там же война идет. Пьяный какой-то говна. Да-да-да. А там же война идет, а кузнец гном, ну краснолюд, извините. Не разжигай. Краснолюдов никто не любит, естественно. И этот такой, а я же не люблю, все же никто не любят краснолюдов. Ты вот догоняешь этого алкаша, находишь его у него в сарае. Не очень сложный квест пока что. И приводишь его к этому краснолюду, его ловят стражи и говорит, ну все, мы тебя повесим, спасибо. И я такой, эй, ну чувак пьяный был, там у него мать болеет. Да, все, мы его повесим, все. И я такой, ну как-то не знаю, надо было в жопу послать этого краснолюда. Другое меня на самом деле обеспокоило, потому что, вот если вы помните, в Скайриме была довольно интересная система, я не помню как она называлась. Когда ты, допустим, приходил в какое-то место, допустим, убивал кого-нибудь, а потом выяснялось, что это квестовый какой-то хрен. Иногда квестовых нельзя было убить. И ты приходил к заказчику, а он тебе говорил, а ты его уже встретил, ну отлично, вот и награды. Ну то есть, как бы он реагировал на это так, что ты там уже побывал, но NPC не становился идиотом от этого. И тебе не надо было опять пролистывать, да-да-да, выйти с диалога, зайти в диалог, а-а-а, да ты все выпал. Ну то есть, а вот здесь все так, потому что я этого болта, вот этого, который поджег кузницу, я его видел запыхавшимся у него дома, когда просто зашел в какой-то дом, просто посмотреть на убранство, убранство великолепное, все живут. Ну почему нет? Гуляешь по деревне, почему бы не зайти? Зашел в дом, смотрю, стоит. Говоришь, я не могу с ним поговорить. Я не могу с ним поговорить, хотя я его нашел, не получив задание, я его нашел, могу с ним поговорить. И как бы зашел бы в этот, конечно, ворвался бы в решение этой ситуации с другого конца. Короче, пространственно-временной континиум порвал. Он мне сказал, я поджег, но не дожег, а я бы ему сказал, ну что, спустя. Не гони, братишка, скажи. Есть такой элемент, когда ты такой, господи, как это 90-й год реально. И по поводу графики, да, на консолях она значительно хуже, чем на PC. Вот это поворот. Ну то есть, там прям совсем плохо. На Xbox One совсем плохо, на PS4, ну то есть, видимо, делали с упором. Как раз человека интересует, насколько страшна версия на PS4. Да, вот. А PC... С упором на PC вы делали. Выглядит прекрасно. Да, с упором, ну естественно, восточноевропейская разработка, у которой огромное количество людей, огромное количество фанатов в России и в центральной Европе, в Германии. Вот это все. Там Екатерин. Да. В общем, я-то думаю, что они как-то еще что-то сделают с этим. Но... А я и в принципе не могу... Причем они известны, просто переборщили с текстурами. Возможно. Возможно, переборщили с текстурами. Я просто думаю, что здесь еще дело даже не в этом. Тут дело в том, что просто, в принципе, «Ведьмак 3» не выглядит такой супертехнологичной игрой. Ну то есть, ты видишь PC-версию и видишь, что там все очень высокого разрешения, сглаженное все. Но движок не супер. Но это выглядит как суперпрокаченный «Ведьмак 2». Да, как мод, типа, какой-то сумасшедший. Ну да. Это выглядит как суперпрокаченный «Ведьмак 2». Это не выглядит так, как выглядит, например, GTA 5 после GTA 4. То есть, разница не велика. Петь, ты вот видел вот этот вот «Скайрим», на который все возможные моды накрутили? Вот он лучше выглядит? Намного? «Скайрим»? «Скайрим» выглядит намного лучше, чем многое, в принципе. Нет, я имею в виду «Скайрим» с модами граффические. Я играю дома у тебя. «Скайрим» просто потрясающий. Нет, вот с «Ведьмаком» на ПК. Слушай, ну не знаю, я так не сравню. Потому что я не запускал «Скайрим». Ну так, воочию. Я только трейлеры смотрю. Вот. Поэтому не могу сказать. Но это не там… Условно, если мы за современный эталон графики, анимации, лицевой анимации и вот этой всей детализации, мелочей берем ордер. Ну потому что там все супер. Вот. Ну до ордера, конечно, ну там примерно столько же, сколько ордера до нормального кино. Вот. Вот. И, завершая наш сегодняшний выпуск, GOG.com, цифровой магазин, который также принадлежит CD Projekt'у, GOG запускается в России. Запустился в России с российскими ценами, которые не привязаны к рублю. Без… Доллару. С рублевыми ценами, которые, да, конечно, спасибо. Не привязаны к доллару, без DRM-защиты, как обычно. И даже есть какая-то акция по поводу русских… И скучей, да. Русских разработчиков. Срочно надо брать. Вот. Соответственно, обещается локализация, вот это вот все. Ну, прекрасная новость. И мне кажется, что это отличный шаг для, так сказать, CD Projekt'а. Это уже, слушай, третья новость подряд про Россию. Да. Положительно. Что происходит? Кстати, я хотел сказать насчет, учитывая, что изначально, ну, как он называется, Good Old Games, мне кажется, что… Это же изначально магазин ретро-игр. Да, да, да. Мне кажется, что им нужно искать вот те самые переводы Фаргуса, Седьмого Волка из детства. Я видел некоторое дерьмо. Ну, брать только хорошие. А там что такое будет? То есть, вот… Это был вообще… Мы-то не опросили, а вот Илья Вчеренко летал просто на мероприятие и как раз-таки рассказывал, что там они будут забирать вот часть старых пиратских переводов, их будут оптимизировать, но я здесь не могу ничего утверждать, потому что сам не был и доподлинной инфы у меня нет. Вот такие прекрасные новости, ребята. Завтра пятница. А сегодня у меня похмелье. Знаете, почему? Весь день страдаю. Потому что вчера я для вас работал. Знаете, что делал? Пил и играл в Bloodborne. Знаете, с кем? С Ильей Вчеренко и с Антоном Логвиновым. Ждите на следующей неделе. До свидания. Евгений Чебатков, Михаил Кольбус. Петр Сальник. И пацаны. Пока!